На этих кадрах пожилая пара хлопочет у банкомата в торговом центре. За деньгами они отправились после звонка от неизвестного, который сообщил «Ваши сбережения под угрозой. Их надо спрятать от мошенников на так называемом безопасном счете». Вы сейчас пройдите и снимите деньги с карты, чтобы мы закрыли. Самое главное, что она меня ведь сопровождала, телефон не отключала до банкомата. А поручила снять деньги там я мужу. И самое главное, я ее неправильно проинформировала, он от банкомата отходит ко мне, а я, главное, говорю, да он уже снял. Я. А он подходит и говорит, ничего я не снял. Я не знаю, как там пользоваться этим банкоматом. Вошел он, я его как цапнула. Но вы его цапнули для чего? Для чего я цапнула? Чтобы он помог вам снять деньги? Чтобы снять деньги. Чтобы он смог снять деньги. А он говорит, да это мошенники, никуда никакие деньги не снимают, ничего, мы сейчас едем в полицию. Посетителем торгового центра оказался сотрудник Саратовской госавтоинспекции Николай Луговской. Он обратил внимание на взволнованных пенсионеров. А услышав, что деньги нужны им на погулять, именно так сказала женщина, полицейский стал выяснять подробности. Я обратил внимание, что она держит телефон и как бы его прячет. Я спрашиваю, с кем она разговаривает, она сказала, что ни с кем. После чего я отменил операцию данную, объяснил гражданам, что их ввели в заблуждение мошенническими действиями. После чего отвез их в отдел полиции номер 7. Пенсионеры до последнего не верили, что едва не стали жертвами злоумышленников. Ведь тот, кто звонил, был очень убедительным и даже прислал фото удостоверения сотрудника полиции. К банкомату они направились, зная о подобных фактах мошенничества. А о мошенниках откуда слышали? И по телевизору, и знакомые были. Вот у меня соседка в 17-м году, у нее такая была история. У моей племянницы, сейчас какой год, 23-й, это было в 19-м году с мошенниками. Ну, в общем-то, мы ее слышали. Но вы бы все равно же до конца довели, сняли бы? Я бы сняла и перевела. Если бы не Николай. Если бы не Николай. Спасибо большое вам за помощь, что сохранили мои следствия. Пожалуйста. Помните, что сохранность ваших сбережений зависит от принятых вами решений. Когда вы держите в руках денежные средства, полученные за счет кредитования или снятые со своих банковских счетов, им ничего не угрожает. Не следует их переводить на якобы безопасные или резервные счета, обогащая таким образом мошенников. Эллада Бжалимова, Андрей Багаев. Дежурная часть. Саратов.